Солнечное затмение Солнечное затмение Начинается затмение в тот момент, когда конус тени как бы врезается в землю и далее перемещаясь образует полосу затмения Там, где проходит полная тень, происходит полное затмение Допустим, наблюдатель находится в центре полосы предстоящего солнечного затмения Вот его коснулась полутень Ему видно, как Луна дотронулась до солнечного диска Началось частное затмение Оно продолжается до тех пор, пока полутень не сменится тенью Наступает полное затмение, которое затем вновь переходит в частное В области полутени можно наблюдать только частное затмение Уже давно было подмечено, что солнечные затмения наблюдаются в новолунии В этот момент Солнце, Луна и Земля выстраиваются на одной прямой Но затмение происходит не каждое новолуние Суть в том, что плоскость лунной орбиты наклонена под углом 5,2 градуса к плоскости орбиты Земли И затмение наступает, когда Луна в новолунии оказывается вблизи линии пересечения этих плоскостей Но положение этой линии по отношению к Солнцу меняется Поэтому Луна, проходя между Землей и Солнцем, может коснуться земной поверхности лишь своей полутенью И затмение будет только частным Обычно же во временного Луния Луна располагается в стороне от плоскости земной орбиты Двигаясь по вращающейся эллиптической орбите, близкой к окружности Луна во время затмения может находиться на разном расстоянии от Земли Поэтому в среднем расстояние от Луны до Земли немного больше длины лунной тени Следовательно, тень чаще не дотягивается до земной поверхности И происходят затмения кольцеобразные Вокруг темного лунного диска видно узкое кольцо незакрытой солнечной поверхности Линия пересечения орбит с периодом около 18 лет Также изменяет свое направление в пространстве Этот цикл обусловливает периодичность наступления затмений Он лежит в основе теории, способной с высокой точностью рассчитать затмения на много лет вперед Сопоставление расчетов прошлых затмений с их описаниями в старинных летописях Позволяет уточнить хронологию событий древней истории А знание точных дат предстоящих затмений Позволяет обстоятельно подготовиться к экспериментам Диапазон которых может быть очень широк От изучения верхних слоев Солнца До проверки теории относительности Эйнштейна Субтитры создавал DimaTorzok